Приветствую, друзья! Надо ли голосовать за Бориса Надеждина? Это вопрос, который волнует очень много людей в последние три недели. Изначально мы все думали, что до президентской кампании допустят только специально одобренных мальчиков для битья, типа Харитонова или Слуцкого, то есть тех, кто реально не будет противоречить Путину, будет играть в поддавки, кто народу неизвестен, а также по возрасту не сильно отличается от стареющего вождя. Ну, собственно, мы и сейчас так думаем. Тем не менее, появилась Екатерина Дунцова. Региональный журналист с локальным и низовым политическим опытом, но честной и ориентированной на антивоенную часть общества программы. Эффект Дунцовой был ошеломляющим. Рост упоминаемости и узнаваемости, огромный интерес и огромная потенциальная поддержка со стороны демократического антивоенного электората. Кремль настолько испугался неимевшей федеральной известности Дунцовой, что снял ее с президентской кампании еще на этапе собрания инициативной группы. Еще раз. Представляете, насколько в Кремле не уверены во всенародной поддержке Путина и войны, если с выборов снимают кандидата с нулевой узнаваемостью и рейтингом, но который честно критикует Путина и его войну. Борис Надеждин. Он более известен в российской политике, чем Екатерина Дунцова. У него есть долгая история, хотя и достаточно противоречивая. Надеждин был соратником Дунцова и баллотировался в Думу от СПС. Но также он участвовал в праймере с Единой Россией, был доверенным лицом Сергея Миронова и помощником Сергея Кириенко. А сейчас является мундепом в подмосковном Долгопрудном от Справедливой России. Изначально большинство наблюдателей оценивало участие Надеждина в президентской кампании как спойлерство. Но достаточно быстро Надеждин поменял риторику и стал в своих материалах критиковать Путина и войну. Для участия в выборах Надеждину надо было собрать 100 тысяч подписей в поддержку своего движения. И эпопея с их сбором стала одной из самых ярких историй этой кампании. Во многом после призывов Максима Каца и других представителей российской оппозиции к сборщикам подписей за Надеждина по всей стране стали выстраиваться длинные очереди из желающих. Штаб Надеждина был вынужден перестать принимать подписи от людей с московской и пенсионерской пропиской, поскольку их было слишком много. Если и возможно какая-то визуализация народной поддержки политика, то это многочасовые, на жутком морозе очереди, чтобы оставить свою подпись. Лучше и честнее картинки быть не может. Так кто он, Борис Надеждин, и стоит ли за него голосовать? Мой ответ на первую часть этого вопроса будет немножко странным. Абсолютно не важно, кто такой Борис Надеждин. Абсолютно не важно, с какой целью он пошел на выборы. Все это не важно. Что важно? Борис Надеждин – это не Путин. Борис Надеждин – это опция выступить против диктатора и развязанной им войны. Причем это легитимная и относительно безопасная опция. В марте 2024 года по задумке администрации президента состоится плебисцит доверия и любви народа к Путину. Соответственно, все голоса «За Путина» – это голоса «За Путина». А любые активные осмысленные действия иного рода – это голоса «Против». Голосовать за кого-то еще – это против Путина. Прийти на участки в полдень последнего дня голосования – это против Путина. Испортить или унести бюллетени, провести акцию избирательного участка или посольства – это тоже против Путина. И, естественно, голосовать за Бориса Надеждина – это голосовать против Путина. Более того, это достаточно удобная опция. Я знаю много людей, которые ни за что не отдадут голос за бессмысленного Харитонова или мерзопакосного Слуцкого. А Борис Надеждин – приемлемый антивоенный вариант. Плюс-минус приличное прошлое декларирует абсолютно правильные вещи. Но все же нельзя забывать, что голос за Надеждина – это не стремление сделать его президентом, а голосование против Путина и против войны. Ну, если с войной все понятно, то почему мы так зациклены на этом «против Путина»? Два очевидных ответа. Первый. Все плохое, что мешает нашей стране и разрушает ее, а также приносит боли и страдания соседям – сделано Путином. Путину власть уже 25 лет, при этом его власть абсолютно как у монарха, поэтому вся ответственность за все проблемы лежит только на нем. Война, экономика, демография, бедность, пенсии – все это регулируется им вручную. За все это отвечает он лично. Если за 25 лет он не смог решить проблемы, а только добавил новых, то без ухода Путина в лучшую сторону ничего не изменится. Вторая причина, по которой против Путина – это главная задача текущего момента. Путин не уйдет на выборах. Вот вариант, что мы все пришли, за кого-то проголосовали, этот кандидат победил – такой опции нет. Конечно, это не обесценивает усилия всех, кто решил сопринять участие в этой кампании на стороне не Путина, но это трезвый анализ. Да, на отдельных участках можно перевернуть ситуацию, получить победу не Путина, но в целом посчитают, как хотят. Но тут есть очень важный нюанс. Исход кампании 2024 года решается не в ЦИКе, а в умах людей. Путину нужна легитимность. Ну, правда, даже при диктатуре обществу надо как-то доказывать, почему диктатор десятилетиями должен быть у власти. Путин доказывает вот этими псевдовыборами. Да, выборы кривые, косые, да, нарушения, да, фальсификация, адмен ресурс, но в целом-то все же за меня. А значит, имею мандат, чтобы оставаться у власти. А значит, кто против? Отщепенцы и маргиналы. И психиатры должны проверить их адекватность. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президент, чтобы вся вот эта вот гриль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Компания против Путина должна иметь целью не цифры избиркома, а умонастроения людей. Люди должны увидеть и поверить в то, что у Путина нет декларируемой им поддержки. И если люди в это поверят, то неважно, какие 146% нарисует Памфилова, легитимности больше не будет. А легитимность – это такая вот неосязаемая, но важная штука. Нелегитимному правителю тяжелее начинать войну, тяжелее повышать пенсионный возраст, тяжелее собирать налоги или назначать преемника, наконец. Так вот, чтобы эту легитимность разрушить, нужна кампания против Путина. Компания, в которой антивоенный кандидат типа Надеждина может сыграть важную роль. Именно поэтому, кстати, я уверен, что его не допустят до голосования. Поэтому, надо ли голосовать за Надеждина? Да, это один из вариантов против Путина. Вариант достаточно удачный, удобный, поэтому, конечно, надо. Надо ли помогать компании Надеждина? Да, безусловно. Причем не только в смысле конечного результата. Картина длинных очередей к сборщикам подписей за Надеждина бьет по безальтернативности Путина сильнее любого опроса или результатов нарисованных им выборов. Участие большого количества людей в кампаниях альтернативных кандидатов – это само по себе важное и наглядное действие. Но нельзя забывать при этом, конечно, что Борис Надеждин и его кампания – это всего лишь один из элементов голосования против Путина. Будет в бюллетене Надеждина, и голосование за него – это прекрасный способ сказать «нет Путину». Не будет там Надеждина, сломают, поставят на колени перед вождем. Персонально – очень жаль. Принципиально – ничего не меняет. Все равно надо прийти к участку в полдень 17 марта, увидеть, что мы не одиноки, а там – там как пойдет. Счастливо вам. Результаты голосования в марте во многом предрешены. А вот результаты выборов – нет.